Плед, горячий чай и звездное небо над головой. Можно в сквере, можно в парке, на стадионе, а можно и просто на лужайке. Так где же пройдет в этом году фестиваль уличного кино? Спросим у Елены Семакиной. Здравствуйте, Елена Викторовна. Здравствуйте. Расскажите нам скорее все о грядущем мероприятии. Где будут показывать короткометражные фильмы? Насколько интересно составлена программа? В этом году фестиваль уличного кино пройдет на площади Арбат-400. Это будет происходить 27 июля, начало 18 часов. Программа очень разнообразная, но, как написано в нашей рекламе, она рассчитана на детей 16+. То есть фильмы рассчитаны уже на более взрослого зрителя? Да, то есть выбирали не мы, отбирала конкурсная комиссия в Москве, поэтому в основном идет 16+. Это что, будут какие-то драмы, мелодрамы? Фильмы очень разноплановые, но драм там нет. Драм нет, есть и комедии, есть на чем поразмышлять, есть что посмотреть, на чем подумать, задуматься. Ну, короткометражные фильмы, это же вообще очень интересно. То есть в 5-10 минутный сюжет вставлены все те эмоции, то есть и все те сюжеты, события, которые обычно в полуторачасовом, двухчасовом фильме. То есть зритель успевает и посмеяться, и плакать, и подумать, задуматься над чем-то. И, в общем-то, это очень интересно. Короткий метр, тем более молодых российских операторов, генрежиссеров. То есть это очень интересно. Отбор проходит более 600 работ, то есть это очень серьезный отбор. И вот к концу мая уже 10 фильмов определяет комиссия, и с июня месяца по сентябрь проходит по всей стране этот фестиваль. Десятка лучших фильмов. Она уже к нам привезена? Да, она у нас есть. Мы ее посмотрели. Вот смотрели уже. Да, мы посмотрели. Интересно. Ну, хочу сказать, что по сравнению с прошлым годом, как-то в прошлом году больше комедийного было фильмов. Сейчас как бы не так. Есть над чем задуматься. Да, есть над чем задуматься. Мне, например, понравился фильм «Миллиард». Все посмотрите. Очень интересный, философский фильм. И самая короткая история в 3 минуты. День рождения? Да. В 3 минуты выкладывается. Об истории женщины, которая исполнилась в 40 лет. История в 3 минуты. Казалось бы, что там можно посмотреть? Ну, видите. Репортаж. Тоже хороший фильм. Это сюжет о девочке, которая снимает журналистка молодая о своем отце, которого она никогда не видела. И в процессе репортажа писатель узнает, что это его дочь. В общем, интересно развиваются события. Необычен конец. То есть, больше не хотелось бы ничего рассказывать. Да, больше ничего рассказывать не будем. Но что нужно знать по прошлому году? О чем побеспокоиться заранее? Может быть, там стульчик с собой захватить? Плед или средства от комару? Ну, стульчики у нас, конечно, банкеточки будут. Но если у кого-то есть возможность взять персональный стул, это будет неплохо. В прошлом году проходило в сентябре, 15 и 22 сентября. Было достаточно прохладно вечером. Сейчас мы проводим в июле. Я думаю, что о холоде не стоит беспокоиться. Но защититься как-то от комаров. В погоде не подходит мало в этом году. Да, может быть, да. Может быть, стоит. Фестиваль уличного кино. То есть, его показывают на улице для широкого зрителя. Конечно, бесплатно. То есть, это уже такая акция, которая проходит с 2014 года. То есть, она не только в нашей стране, но она и по всему миру проходит. Бесплатно? Бесплатно. Нет никакого жюри? Я знаю, что голосуют за фильмы сами зрители. У нас голосование не проводится, да? У нас голосование не проводится, потому что к окончанию просмотра фильма надо, чтобы голосовало не менее 300 человек. То есть, мы, конечно, можем провести голосование, но результаты наши не будут учтены. А если будет 300 зрителей, то мы можем голосовать? Ну, если будет 300 зрителей, мы можем голосовать, да. Это будет лучший народный фильм. Ну, как бы мы можем проголосовать, и результаты голосования потом будут учитываться, и, да, будет лучший короткометражный фильм, да. В основном, это, конечно, в крупных городах, где много зрителей, где более 300 человек на конец показа присутствуют и могут голосовать своими фонариками от телефонов. Даже так? Да, даже так. Это будет просто вот сразу показ фильмов или в преддверии показа фильмов будет небольшой? Нет, с 18 часов будет у нас выступать молодежная группа, наше молодежное творческое объединение «Добро», то есть они будут и проводить конкурсы, разыгрывать какие-то призы, будут, ну, это будет рок-музыка, авторские какие-то песни. Так же, как и в прошлом году у нас выступала группа «30-й регион», они выступали в течение получаса, и потом мы как бы показывали фильм. Сейчас мы как-то больше даем времени на такую молодежную музыку для разогрева, так сказать, зрителей. Где-то они будут выступать около двух часов, и потом будут показываться фильмы. Спасибо, Лена Викторовна, за эту информацию. Ну что ж, фестиваль уличного кино ждут многие, чтобы насытиться новым творчеством. Субтитры подогнал «Симон»!